Братья мои, поверь, у большинства людей вошло в обыкновение соблюдать неблаговидные обычаи, совершать грязные поступки, даже возвеличивать их. Иногда дело доходит до того, что они их предпочитают Корану и предписанием пророка. А когда им указывают на то, чтобы их нравы и обычаи подчинялись Корану и предписаниям, то находятся среди людей даже такие, которые смеются над этим и богохульствуют. Они утверждают, что если соблюдать хадисы и предписания пророка, то материальная жизнь их будет оскудевать. Одним словом, они не хотят жить по Корану и предписаниям. Не это ли противостояние исламу? Что им не говори, в души таких людей не входят праведные учения. Игнорируя священный Коран и хадисы, они предпочитают грязные обычаи. Потому, мои братья-мусульмане, вы найдете много глав из Корана и предписаний пророка, которые разоблачают подобные деяния. Тому примерам аят из Корана, который вы знаете. К тому же вы знаете довольно много глав в Коране и предписаний пророка подобного образца, разоблачающие вредные для ислама бессмысленные обычаи. Когда я доказательно по шариату разоблачаю их, то противостоят они мне. Упрямо не хотят слушаться. Братья повею, в одном из предписаний пророка Магомета, да благословит его Аллах, приветствую, говорится о споре между лицемером и человеком не нашей веры. Лицемер говорит, чтобы разрешить наш спор, пойдем к тому, кто вообще не из нашей веры. Второй говорит, пойдем лучше к пророку, пусть он разрешит наш спор. Вы подумайте, мои братья-мусульмане, кто что предлагает, хотя все должно было бы быть наоборот. Как бы то ни было, они идут к пророку. По заключению пророка спор выигрывает человек не нашей веры. Почему пророк так решил? Потому что этот человек был прав. И тогда лицемер, так называемый мусульманин, не соглашается с решением пророка и хочет идти к Амару, сподвижнику пророку, чтобы тот вынес окончательное решение. Когда они пришли к Амару Асхабу, человек не нашей веры сказал, мой спорщик не согласился с решением пророка и настоял прийти к вам. Амар Асхаб ответил, вот как, вы подождите, я найду для вас верное решение. И ушел в дом, и тут же, выйдя с кинжалом, отсек голову лицемеру, сказав при этом, вот таким образом, я совершаю справедливый суд над тем, кто не соглашается с решением пророка. Да благословит его Аллах и приветствую. И потому, мои дорогие братья по вере, нас учат высоко чтить наставления Всевышнего Аллаха, соглашаться с ним, крепко держаться за веру ислама и выступать на его защиту. Особой болью остается, мои братья-мусульмане, вопрос некоторых ученых-мусульман, которые, как я уже говорил, стали предпочитать свои негодные обычаи священному Корану и предписаниям пророка. Вследствие этого нарушены между мусульманами единство и свобода, требуемые Аллахом и пророком. Подчиниться доброте и отказаться от плохого единственный путь объединиться. Особенно это следует сделать ученым по исламу, потому отсутствие единства между учеными по исламу по-особому резкой болью тревожит мое сердце. Вы были свидетели, как сегодня неверные обошлись с нашим селом. Какие бесчинства совершали они в то время, когда мы сражались. Неверные могут знать, что мы расположились в башне. Если Всевышний позволит, то завтра к нам подоспеет на помощь Гамзатбек с войском. А пока, братья мои, наберитесь терпения. Есть ко мне какие-нибудь вопросы? Имам, прошло так много времени после смерти нашего пророка. Есть ли возможность лицезреть Ирагинскому пророка Магомеда? Как говорит пророк наш, да благословит его Аллах и приветствует. Кто меня увидит во сне, для того явным станет мой образ. Это особый дар для соблюдающих нашу веру священную и незабвенную, ее высокое учение и тайные науки. Эта наука дана тем, кого любит Аллах Всевышний. Есть еще какие-нибудь вопросы? Если вопросов нет, тогда давайте будем отдыхать. Сегодня был тяжелый день. Продолжение следует... Продолжение следует...